Всем привет! Сегодня я расскажу о преимуществах АЦП. Электронно-цифровая подпись у нас в последнее время активным образом используется у юридических лиц, а кто при регистрации юридического лица, внесении изменений, в том числе при ликвидации. В чем преимущество? Безусловно, первое – это финансовые затраты. Мы вправе не уплачивать пошлину при подаче документов в электронной форме. Мы не ходим к нотариусу, не заверяем формы на регистрацию в нотариальном порядке. Это тоже большой плюс. Как временной, так и финансовой, как хотите. Ну и, соответственно, это экономит наше время на поездку в регистрирующий орган. То есть подаем документы и получаем мы строго в электронной форме. Собственно, на мой взгляд, все плюсы налицо. В чем все-таки минусы? Минусов не так много, но они есть. Например, при регистрации смены руководителя или при регистрации начала процедуры ликвидации назначения ликвидатора мы не можем использовать электронно-цифровую подпись, потому что она у нас на действующего директора. А заявителем при данных видах регистрации являются новые лица. При смене руководителя – это новый руководитель, при назначении ликвидатора – это ликвидатор. Соответственно, происходит коллизия. Электронно-цифровая подпись на действующего руководителя, а заявителем является другое лицо. Она не пройдет, вы просто получите отказ в регистрации из регистрирующего органа. Данные виды регистрации, к сожалению, пока у нас осуществляются в прежнем режиме, то есть в интериальном порядке. Но будем надеяться, что в будущем регистрирующий орган решит этот вопрос. Все виды регистрации будут осуществляться у нас в электронной форме. То же самое хотелось бы отметить по регистрации некоммерческих организаций. Они у нас регистрируются в Министерстве юстиции, и вот данный орган, к сожалению, пока на электронный документооборот не перешел. То есть мы заверяем в прежнем режиме через нотариуса и подаем в Министерство юстиции. В прошлом году мы обращались официально с письмом в Министерство юстиции и в Управление Федеральной налоговой службы по Москве. Нам был дан ответ, что в настоящий момент электронный документооборот между Министерствами юстиции и заявителем не осуществляется. Какая у нас экономия при использовании ЦП? Если мы создаем компанию, какие затраты на создание юридического лица? Первое, безусловно, это пошлина в бюджет 4000 рублей. Второе, это нотариальные расходы. Это либо 2000 рублей, если заявитель сам везет документы в регистрирующий орган, либо 3,5, если он делает доверенность на какое-либо лицо. Если мы регистрируем компанию по ЦП, это 2500 ключ, и все. Ключ действует год, но при регистрации юридического лица при создании это физлицо. Далее он не сможет использовать этот ключ на компанию. Если же мы делаем ключ на юридическое лицо руководителя, здесь он действует год, потом его необходимо продлевать. В течение этого года мы можем по этому ключу сдавать отчетность, можем осуществлять регистрационные действия. На каждый вид электронного документооборота действует свой ключ. Он, в принципе, технически может быть один, но на нем записано несколько полномочий, то есть действия на площадке, подача в налоговую инспекцию документов, но это разные немножко ключи. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Обращайтесь в нашу компанию за изготовлением электронной цифровой подписи. Всего доброго!